Приветствую вас, друзья! Мы продолжаем играть в игру под названием Монза, и сегодня мы с вами соберем мусоровоз. Кто в детстве не хотел быть мусорщиком? А, друзья, я вот прямо сейчас хочу им сказать, что за мусорщик без приличного мусоровоза? Мы из тебя не собираемся делать мусорщика, но с Монза ты сможешь соорудить мусоровоз. И не простой какой-то старый мусоровоз, а один из самых больших грузовиков для сбора мирового мусора. Вскрываем коробочку и начинаем наслаждаться сборкой. Вот такая вот коробочка. Тут, кстати, всего лишь 40 деталей, смотрите. А вот в предыдущей модельке это была спортивная тачка, если вы помните, с открытым верхом. Там, по-моему, было около 45 деталей, или 42 даже. Ну, где-то так, даже больше, короче, чем у мусоровоза. Давайте его открывать, открывать коробочку. Тут, смотрите, все было запаковано в полиэтилен. И, к сожалению, опять же, мы достать каждую детальку вручную не сможем. Ну, поехали. Вот она, наша основная конструкция. Уже почему-то стоит установлена кабина, есть каркас. И, опять же, все детали заблокированы. Они разблокируются только после того, как мы откроем первую страницу инструкции. Вот это вот плохо. На самом деле, тут вроде какие-то есть режимы для экспертов, но они распространяются только на определенные модели. Хотя, может быть, после того, как я, допустим, соберу этот мусоровоз, откроется режим эксперта, где мы сможем любую деталь просто вытащить и попытаться ее присоединить. А здесь, помимо инструкции, которая и так нам помогает, интересно, здесь есть вообще режим какой-нибудь без инструкции. Самому как-нибудь собрать, попробовать без инструкции. Мне кажется, я бы и без инструкции справился. Конечно, это больше времени было заняло, но тем не менее. А здесь, как вы видите, подсвечиваются детали, которые мы сейчас можем установить. Так, ну, давайте, погнали тогда. Устанавливаем двигатель. Вот здесь вот спереди он находится. Сразу радиатор, естественно, установлено отдельно. Его не нужно устанавливать. И поехали у нас диски, друзья, со всех сторон. Передняя часть, блин, смотрите, уже 15%. Да, мне кажется, мы сейчас быстренько соберем. Давайте потом попробуем его перекрасить. Почему он, кстати, красный? Он на картинке вроде не красный был. Давайте посмотрим, в общем, какая моделька у нас в итоге получится. Так, покрышечки, друзья. Сразу, смотрите, вот такие вот двойные, собственно, как и диски. Вперед покрышечки свеженькие. Прямо чувствую этот запах резины. Так, замечательно. И теперь мы уже можем выхлопную трубу установить. Дальше капот, я думаю, можно захерачить. Да, блин, смотрите, как прикольно здесь выглядят модельки, конечно. Жалко, что слишком просто, слишком просто все это делать. Так, заднюю часть, друзья, куда мы и будем помещать всякое дерьмицу. Доделываем выхлоп. Так, отлично. Смотрите, как сурово уже смотрится наш грузовик. И, естественно, двери. Сюда и сюда. Так, дальше. Вот это у нас что такое? Это что, не бензобак, случайно? Не знаю, что это, в общем. Какие-то цилиндры. И смотрите на них сверху пороги, чтобы запрыгнуть в кабину. Так, дальше у нас. Что идет дальше, друзья? Далее мы с вами делаем задний механизм подъемный и спусковой. Так, отлично. И осталось уже совсем чуть-чуть, на самом-то деле. Так, перелистываем. Обязательно нужно перелистнуть. Да я и так бы справился. Чего вы переживаете? Так, окей. Вот сейчас я даже на инструкции не смотрю. Мне кажется, я разберусь здесь. Вот, смотрите. Оп. Оп. Так, доделываем механизм, в общем. Это, скорее всего, наверх. Да, отлично. Так, ну и последние штрихи, друзья. Смотрите, уже полноценная, можно сказать, картина. Так. Осталось уже совсем чуть-чуть. 73%, к слову. Вот так-то все выглядит. Интересно, можно ли будет потом этот механизм задействовать? Скорее всего, да. Скорее всего, анимации тут имеются. Так, такую раму. Скрепляем все. И остаются у нас, по сути, только мусорные баки. Так, а вот эти вот куда? Не особо понятно. Может, куда-нибудь сюда вниз? Ладно, мы говорили. Давайте посмотрим в инструкции. Так, что-то не могу понять, куда их засунуть. Неужели здесь можно пропустить детали и все запокапить? Я, честно говоря, вот эту вот деталь никуда всунуть не могу. Подозрение у меня есть, что надо разбирать переднюю вот эту вот конструкцию погрузочную, заднюю точнее. Чтобы засунуть эти механизмы куда-то туда, потому что здесь снаружи они никуда не засовываются. Так, ну, баки вот сюда вот помещаются. Да, и как видите, у нас остаются вот эти вот механизмы. Судя по всему, друзья, нам нужно... О, все работает, проверено. Хотя даже как-то странно. У нас остались лишние детали. Вот это интересно, друзья. Механизм работает отлично, но детали у нас остались. И теперь я разобрать, насколько я понимаю, конструкцию не могу. Так, может, мы как-нибудь вот так вот сможем засунуть, если разрезать в разрезе посмотреть? Не похоже, друзья. Так, снаружи, опять же, некуда их девать, разобрать, никак не могу. Неужели мне все надо разбирать? Ну-ка, действия, коснись любой подсвеченной части. Но это понятно, это просматривать различные анимации. Я уже посмотрел, как работает этот механизм мусоровоза, но... Как, блин, засунуть эти детали? Так, ладно, это наоборот, на самом деле, прибавило интереса. Давайте попробуем разобрать. Все, видимо, я действительно пропустил. Надо было сначала их установить, и только потом устанавливать заключительную часть. Неужели я действительно пропустил? Так, ладно, друзья, разбираем. Здесь у нас есть кнопочка разобрать. Сейчас по-быстренькому снова все соберем. И на этот раз я не забуду эти детальки. Так, опять нужно открывать, блин. Это инструкция дерьмовая. Она нам абсолютно не нужна. Я практически это доказал. Немного лоханулся, конечно, но с кем не бывает, с кем не бывает. Ну, пропустил пару деталек. Но ничего страшного. Так, выхлоп. Так, давайте сначала все с кабиной закончим. Потом уже перейдем к задней части. Все-таки можно здесь пропустить какие-то детали. Что-то не поставить. И, конечно же, выбирать, какой частью заниматься. Так, все, заднюю часть уже восстанавливаем. Так, и вот, смотрите, 10 штук у нас вот таких вот деталей. Две здесь. Вот они все больше заблокированы, больше недоступны. То есть вот здесь вот, по сути, я все правильно делал. Дальше. Вот, последняя страница. Так, поехали. Сначала их будем устанавливать. Сначала эти детали. Вот здесь вот, может, я пропустил? Да нет, вроде я здесь ставил. Вот они снова не подсвечены. Сюда вот эту поперечную балку. Меня байтит опять этот механизм устанавливать. Шесть штук у нас таких деталей остается. Может, вот сюда вот я их не разместил? Возможно, кстати. Так, куда их еще можно поместить? Блин, мне кажется, такое ощущение есть, что я опять сейчас зафакапил. Так, ладно, давайте вставим вот эту вот раму. Окей, мы уже можем мусорные ведра ставить. Так, четыре штуки у нас остается. Куда я их размещал? Я уже забыл, куда я предыдущие размещал в прошлый раз. А вот, отлично, друзья, нашел. Так, и вот две штуки остаются. Давайте глянем на инструкцию. Все, на этот раз я все установил. Теперь вот этот вот механизм ставим. И вот сюда вот. Да, все, друзья, вот теперь точно все. Вот теперь совсем разобрались. Так, ведра. Все, отлично, друзья, идеально. Тебе нравится? Да, нравится, но давайте как-нибудь в другой раз. Наконец мы, друзья, собрали наш мусоровоз. Не с первого раза. Но это прикольно, что можно действительно пропустить какую-то деталь. Я уж подумал, будет все совсем легко. Нас прямо за ручком будто ввели все это время. И давайте перекрасим, наверное, кабину. Красный цвет не особо смотрится. Хотя, не знаю, блин, ну и, кстати, синие ведра, если выделяются, очень дико просто. Давайте какие-нибудь другие цвета посмотрим. Смотрите, а, как он? Ладно, нет. Это какой-то цвет молочного коктейля, как он здесь называется. Поросячий розовый, друзья. Так, можно в оранжевый перекрасить, например. Вот этот вот желтый прикольный. Кислотный цвет, как я люблю, но тоже не подходит, естественно. Так, пурпурный нет, настоящий синий. Может, в синий, кстати, перекрасить. Смотрите, как это выглядит. Дверь прикольный какой-то цвет. И, например, смотрите, баки мусорные перекрасить тоже в этот синий. И смотрите, как все гармонирует. По-моему, прикольно. Практически сделает 120 по цвету, я имею в виду. Или вот такой вот даже подходит больше. Синий дельфин. Тоже прикольный, кстати, но мне кажется, все-таки потемнее, симпатичнее смотрится. Да, вот так вот мы, пожалуй, оставим. Можем вот эту вот еще нижнюю часть перекрасить, смотрите. Вроде выглядит неплохо. И крылья также. Я забыл покрасить. Выхлоп, наверное, не будем. Можно зеркала еще попробовать. Можно их покрасить? Да. Вот так вот покрасить зеркала. Да. Мне кажется, идеально. И вот так вот еще сделать. Все, друзья. С покрасочкой мы закончили. Давайте на основную заднюю конструкцию мусоровоза наклеим какую-нибудь наклейку. Посмотрим, что у нас тут есть. Динозавры, буквы и цифры. Байкеры. Всякие байкерские тут наклейки, смотрите. Звезда, крыло, поршень. Так, не-не-не-не-не-не-не-не. Подождите. Я не хочу клеить. Думаешь, изменить цвет своей наклейки. Как отменить-то? Удалить. Я случайно мискликнул. Камуфляж тут также есть. Повреждения. О, давайте сделаем старый мусоровоз, друзья. Так, хлопушки какие-то. Рикошет, трещина. Ну-ка, как выглядит трещина? Вот, сейчас мы забацаем, друзья. Настоящий российский мусоровоз. Так, вот, отлично. Отлично. Нужно побольше грязи. Сейчас изговним его как следует. Пулевые отверстия, конечно, не нужны. Сгоревший лоскут. Сгоревший квадрат. Ну-ка, посмотрим, как тут... Не-не-не. Слишком дерьмово выглядит. Что за хлопушки? Ну, кстати, вот так вот. Смотрите, сюда можно захерачить. Хлопушки. Да, по-моему, идеально подходит. Давайте с этой стороны тоже немного намазюкаем. Где-то там была трещина. Вот она. Вот сюда ее помещаем. Ну-ка, а как царапина выглядит? Нет, царапина слишком вызывающе выглядит, мне кажется. Трещину вот сюда вот помещаем. Вот так вот сделаем. Так, и идем дальше. Проход, смотрите. Маленькие отверстия. Удар в доспехе. Так, хлопушки мы смотрели. Кратер, пулевое отверстие. Ну-ка, что за маленькие отверстия? Ёпту, мать, ничего себе, маленькие. По-моему, это слишком большие отверстия. Больше, на самом деле, особо ничего не разместить. Я не знаю. Ну, можно вот так вот сделать. Ну-ка. Ну, нормально. Куда только съехал мой грузовик. Слышь, грузовик, вернись назад. Вы можете меня отцентрировать камеру? Спасибо. В итоге у нас, посмотрите, грязный, замызганный такой мусоровоз. Получился облезлый просто. Сверху можно что-нибудь еще зафигарить. Ну, слишком мало тут, на самом деле, различных повреждений. Даже не знаю. Ну, не пулевые же отверстия. Открытые царапины. Это мы уже все с вами смотрим. Ну, мы уже посмотрели все, абсолютно. Можем сгоревший квадрат вот сюда. Вот так вот сделать. Но выглядит как-то не особо. Хотя... Ладно, давайте вот так вот оставим, друзья. Отлично. Но теперь у нас кабина просто блестящая. Хотя, по-моему, друзья, лоскут этот немножко задел. И кабину. Так что мы чуть подальше вот так разместим его. С кабиной мы что-нибудь другое сделаем. С кабиной. Можно, в принципе, и пулевые отверстия, например. Ну-ка, посмотрим, как оно выглядит. Слишком большое, а уменьшить я не могу, к сожалению. Потому что я играю с помощью эмулятора и щипок сделать не могу. Хотя, может быть, в настройках можно как-то это реализовать. Так, нет. Удар в доспехах. Что-то с передом все-таки надо сделать. Давайте маленькие пулевые отверстия посмотрим, как выглядит. Фиг знает, друзья. Ну, смотрите, как это выглядит. Хотя, ну, на пулевые отверстия это не особо похоже. На самом-то деле просто какие-то дыры. Так что можно, в принципе, и их поставить. Сарапин на доспехах. Давайте посмотрим, как... Не, просто говно какое-то. Проход. Ну, это дресня. Это дресня. Маленькие. А что тут еще есть? Грязь и ржавчина. Вон, друзья. Тут, оказывается, еще грязь и ржавчина имеется. Отлично. Кусок ржавчины, но это просто гигантские куски. Ну-ка, грязь. Давайте вот здесь вот грязь немного добавим. Сделаем даже вот так вот, наверное. Ну-ка, посмотрим, как это выглядит. Да, наверное, так и оставим. Плохая покраска, кстати, имеется. Не, плохую покраску мы поставить не будем. Легкая пыль. Пыль где-нибудь вот снизу установим. Вот тут вот. Или нет? Пыль мы наверху поставим. Вот здесь вот, наверное. Нормально. Что-то она дерьмо, правда, выглядит. Как будто ее пытались стереть. Ну, ладно, нормально. Сухую грязь мы засунем вниз. Вот сюда вот. Во. Отлично, друзья. Будто мы промчались по говну. Ну, естественно, у нас мусоровоз. Легкая пыль. Ржавые царапины. Влажная грязь. Ну-ка, как это выглядит. И вот здесь вот немножко влажной грязи, друзья. Что-то осталось на капот поместить. Обгорелость. Легкие царапины. Наверное, захерачим. Хотя нет, слишком маленькая царапина. Ну-ка, вот это вот. Нет, тоже дерьмово. Так. Ржавая плита. Да еб твою мать. Ржавый ободок. Шарнир. Точка. Глубокие царапины. Ну-ка, давайте посмотрим, как царапины выглядят. Ну, вот царапину, смотрите, можно поместить. Нормально. И как раз будут куски на крыше нашего кузова. Да, вот. Смотрите, друзья. Ну, все. Мы закончили. Вот такое вот произведение искусства у нас просто получилось. Идеальный мусоровоз. Вот теперь мы точно закончили. Выберем подходящий какой-нибудь фон. Наверное, такой. Стандартный какой-нибудь, чтобы на фоне выделялся наш грузовик. Можно открыть дверь, друзья. Можно также завести его. Звук двигателя имеется. Открыть вот эту дверь. А что мы еще, кстати, с ним можем сделать? Помимо механизма погрузочного, дверей и колес действия и все, по-моему, да? Да, больше мы сделать, друзья, с ним ничего не сможем. Так, ну, давайте напоследок задействуем механизм. Вот так вот. Вот так и работает все это дело. Красота. Даже, смотрите, немного пылища есть на баках. Хотя один все равно сверкает, как будто новенький. Ну, предположим, что нам новый мусорный бак выдали. Ладно, друзья, будем на этом заканчивать. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Продолжение следует...